Еще раз здравствуйте, мы вновь оказались за углом, сразу после того, как президент Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Скорость этого процесса, прямо скажем, сродни термоядерной реакции. По закону на предложение нового премьера после отставки старого отводится ровно неделя. Но Владимир Владимирович сделал это за полтора часа после пышных похорон группы Медведев. Похорон в кавычках, конечно, но с ритуальными заклинаниями, как много сделал лично Медведев и все его бригадные генералы-министры. Правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Даже прощального застолья не понадобилось. И озвучивание имени нового премьера выглядело, на самом деле, как пинок под зад этой самой группе Медведев. То есть, Дмитрий Анатольевич за полтора часа был объявлен использованным материалом. Но будем говорить сегодня не о Медведеве. О нем известно все, как и все о его роли. Наш интерес к не менее стремительному назначению Михаила Владимировича Мишустина председателем правительства. Напомню, что даже при назначении очевидного тогда Медведева в прошлый раз Путин якобы думал несколько дней. А тут он выстрелил как из пушки. Люди малообразованные и склонные к шуткам связали такую спортивную скорость с хоккеем. Известно же, что господин Мишустин играет с Путиным в хоккей в так называемой загадочной ночной хоккейной лиге. Это по понятиям обывателей нечто сродни масонской ложе, где истинные владельцы земли русской собираются по ночам и решают вопросы. А для вида одевают хоккейную форму и дают точные подачи президенту Путину, чтобы он забивал гол. Вратари даже олимпийские чемпионы его броски взять, разумеется, не могут. Так вот, шутники говорят, что Мишустин лучше всех давал такие пасы. Но так говорят лишь обыватели. Знающие люди знают вот о чем. Я уже говорил, что всех серьезных людей напугала и озадачила та срочность, с которой Путин решил выступить с посланием к федеральному собранию. Самые ушлые были уверены, что спешка из-за того, что Путин объявит о досрочных выборах президента. Мало ли по какой причине. Второе объявит об изменении Конституции. Третье отправит в отставку правительство. Первое, слава тебе Господи, не состоялось. А вот второе и третье даже в одном флаконе. Но самым главным политическим и финансовым результатом этого термоядерного послания был выбор нового премьера. Сразу скажу, моя задача не облезать его и сказать какой он прекрасный и все такое. Послушайте, что говорят среди осведомленных людей об этом человеке. И почему Путин выбрал его, а не вице-премьера Юрия Борисова, который был дублером Мишустина на назначение новым премьером. Итак, назначение Мишустина готовилось в строжайшем секрете. О нем, похоже, знали только два человека, кроме самого Путина и Мишустина. Это руководитель администрации президента Антон Войно и руководитель службы внешней разведки, чрезвычайно доверенное лицо Путина Сергей Нарышкин. Об этой операции не знали российские толстосумы, которые в тот день почти все еще грели свои холеные сущности, либо на изумрудных островах, либо на горнолыжных курортах. Успел прилететь только греев. Все заметили его изумительный загар, которым он щеголял, когда Путин произносил речь. Не забывайте, все члены кабинета Медведева – это ставленники тех самых толстосумах. Но о них речь впереди. В результате выбор Мишустина получился суперэффективным. И дело не в том, что он отличный профессионал-технарь. Он системотехник, компьютерщик, основатель Московского компьютерного клуба. В результате этих знаний и навыков он создал лучшую в мире налоговую систему. И эту налоговую систему он построил вместе с налоговыми службами США, Китая и Канады во взаимодействии с ними. У него были подписаны соглашения со всеми налоговыми службами мира. Для Мишустина нет закрытых офшорных зон. Своими данными с ним делились и делятся и американцы, и китайцы, и вообще все. Делается это по определенному протоколу. Делимся нашей налоговой информацией с их налоговыми службами и мы. И все в мире признают, что в России создана самая эффективная машина. Не экономика, замечу, не экономика. А самая эффективная машина по сбору налогов, учету налогов, движению налогов и собственности. Получив в качестве примера такого человека, не политика, не члена какой-либо партии, Путин получил системного обладателя и пользователя уникальной информации о налогах и имуществе всех олигархов России, живущих здесь и за рубежом. Через него Путин получил прямой, не через премьера или министра финансов, а прямой доступ ко всей этой информации и продемонстрировал всем олигархам, что о них знает все и держит их отныне за тот орган, который в научных кругах называется тестикулами. Поэтому теперь нас ждет период, когда олигархи, наворовавшие черти сколько денег, скоро выстроится в очередь, чтобы принять участие в национальных проектах, деньги на которые они же и разворовывали, поскольку воруют в России исключительно у государства. Помните, Путин говорил про материнский капитал и при низовое звено врачей, учителей, бесплатный интернет Силуанов, исполняющий обязанности министра финансов, после послания оценил эти желания Путина примерно в полтриллиона или 500 миллиардов рублей. Столько их и соберут в ближайшие недели, нет никакого сомнения. Спрашивается, почему Путин раньше этого не сделал? Известно же, что Мишустин делал свою машину по сбору и контролю за имуществом и налогами уже 10 лет. Ответ такой. Путин очень долго сближается с людьми и лишь последние пару лет встречался с Мишустиным раз в 3-4 месяца. Присматривался. Очень часто при этих разговорах, которые попадали в официальную хронику, на лице Путина было неподдельное изумление. Скорее всего, от того, что налоговик рассказывал ему про всем известных людей, даже патриотов, даже его близких и давних знакомых. Такие вещи, от которых волосы вставали дыбом. Так что скоро нас ждет стремительный переход, если не на цифровую экономику, то на цифровой контроль, где не пропадет ни один биткоин, уж не говоря о рубле-копеечке. А сейчас главное. Рекрутирует ли наш нынешний царь-президент Михаил Владимирович Мишустина на должность президента в 2024 году? Когда я так предполагаю, по новой исправленной конституции сам он станет премьер-министром с огромными полномочиями, а Мишустину с должности премьера плавно придется перетечь в президенты, где ему достанутся силовики. Мои конфиденты уверены, что этого Путин не доверит Мишустину никогда. Именно из-за того, что Михаил Владимирович слишком много знает, сильно умен и образован. Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал. Можно даже сказать, оцифрован по последнему слову техники. Так что никогда ему президентом не быть. Он всегда будет при Путине его первым и главным визирем. А кто может быть рекрутирован в президента, мы поговорим в другой раз, года через три. Но это будет не так интересно, поскольку нынешний президент и та политическая и финансовая машина, которую он создал за последние 20 лет, никогда не выпустит контроль из своих рук. И где окажется этот контроль? В новом Совете Безопасности, которому уготована роль нового политбюро, типа политбюро ЦК КПСС. Или в Госсовете, новом ЦК с его генсеком, которого будут называть по-другому. Это не важно. Дэн Сяопин, напомню, отказавшись от государственных постов, стал председателем военного совета. А крутил всеми, как хотел. И так и докрутил. Так что будем ждать, каким способом вокруг известного места будут крутить нас.